По словам Ольги Забраловой, с просьбой внедрить вместо обычных учебников электронные, которые поместятся на одном носителе, выступили родители учеников. Мы провели свой небольшой опрос и выяснили, что эту инициативу действительно поддерживает большинство людей. Я за, потому что это удобно для учеников, и мне нужно будет носить тяжелые портфели. Я отношусь положительно к этому вопросу, потому что у меня выросли детки одни, и сейчас учатся вну. Ну, портфели очень тяжелые, неподъемные. Во-первых, искривление позвоночника. Искривление позвоночника – действительно распространенная проблема среди детей школьного возраста. Тяжелые портфели не устраивают многих учеников, и на их взгляд электронные учебники – лучшее решение. У нас и так очень много учебников, там по 8 бывает, носим все очень… Там по две части учебники бывают, и тетради еще. А удобные электронные учебники? Вы пользуетесь ими? Как в этом? Ну да, но я, например, на планшете книжки читаю, как бы это удобно. За, потому что тяжело таскать учебники каждый день. У нас по 8 уроков, поэтому легче. Просто, я думаю, в электронных будет легче работать, и в них будет помещаться больше информации, и не нужно будет, так сказать, таскать с собой учебники в школу. Я, например, за. Ну, правда, вот не знаю, как с ними заниматься пока, потому что у нас еще не было электронных учебников. Вот. Ну, можно, конечно, проверить. Электронные книги, конечно, заметно облегчат вес портфеля. Но врачи считают, что их использование может вызвать и определенные проблемы. Влияние отрицательное все равно есть, потому что перенапрягается мышца, которая находится внутри глаза у нас. Когда человек сидит за электронными приборами, то есть это электронными книгами и компьютерами, идет вот как раз перегрузка симпатической и парасимпатической нервной системы. Сложно представить себе современного школьника, который не пользуется компьютером. Вопрос лишь в том, на что ребенок тратит проведенное за ним время. А чтобы сохранить зрение, нужно просто соблюдать некоторые правила. Необходимо ограничивать время, опять же, препровождение. Необходимо хорошее освещение, правильное место препровождения за чтением, то есть это сидеть, естественно, за столом ровно. Преимуществ у электронных учебников много. Во-первых, это компактность и портативность. В одном устройстве могут храниться тысячи книг. Во-вторых, у электронных изданий есть дополнительные функции. Поиск по тексту, наличие подсветки, словарь, запись примечаний и пометок. Электронная книга позволяет не только читать тексты, но и отображать фото и видео, слушать аудиозаписи. Но способны ли они в полной мере заменить человеку печатную книгу? Я думаю, что должно быть все натурально, что можно было пощупать как-то восприятие другое было. Потому что если будет электронное, не будет такое восприятие. Ну я предпочитаю почему-то обычные книги, как бы они лучше, глаза не портятся. Ну я думаю, это неудобно. Почему? Ну потому что это, во-первых, может время занимать какое-нибудь определенное, чтобы там включать все это. Учебник намного удобнее, мне кажется. Мне кажется, минус есть, потому что все будут открывать гугл и по страничкам лазить где-нибудь в интернете. За счет вай-фая школьного. Я ими не пользуюсь и не пользовалась, поэтому, ну я считаю, что они не нужны. Но время такое, что нужно, быстрота, нужно какая-то ориентироваться, нужно во всем скорее. Но книга все равно книга. Книга остается самым главным инструментом. Особенно на таком предмете, как у меня литература. В региональном правительстве подчеркнули, что внедрение электронных учебников начнется постепенно. Пока неизвестно, будет ли такой переход обязательным для всех, или ученики сами смогут выбирать, по каким учебникам заниматься. Электронными книгами можно пользоваться уже сейчас, без особых проблем. Мы уже такими пользуемся. Мы скачали на планшет. Это удобно и не тяжело. А что вы скачали? Мы скачали алгебру и другие предметы, кроме физики. Учебный материал я тоже скачивал. Я смотрел различные задачи по математике, логические, различные олимпиады. Мне вообще на лето скачивают, говорят, читать удобно в принципе. На самом деле и печатные, и электронные книги выполняют одну и ту же функцию, предоставляют информацию и позволяют окунуться в мир науки. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...